СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Создала такую у нас очень интересную, хорошую атмосферу. И тема у нас сегодня в программе СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ тоже такая дружелюбная, дружественная. Мы решили накануне Дня Народного Единства пригласить, собрать в нашей студии представителей разных культур и поговорить с ними о том, как они воспринимают народное единство, что для них это значит, и как на их земле, на их родине, я имею в виду. Я думал, ты сейчас скажешь, как они воспринимают музыку шейкеров. Я думал, что музыка шейкеров... Музыка это то, что одно из многочисленного, что нас объединяет. Да, я думаю, что наших шейкеров любят все, и как они играют, как выступают, и это тоже действительно то, что нас объединяет. И, кстати, очень показательно, что у нас одна из гостей, наша гостья по фамилии музыкант. Вот прямо сейчас. Да, Людмила Николаевна. Людмила Николаевна музыкант, вот так ни много ни мало, председатель еврейской общины нашего города. Шалом Алейхам. Ну, тут понятно. Здравствуйте, Людмила Николаевна. Шалом Алейхам. Шалом Алейхам. Добрый день, поближе к микрофону, пожалуйста. Шалом. Еще один наш гость, который, собственно, не первый раз уже присутствует в нашей студии. Не первый, давнишний. Да, наш друг. Хороший друг. Да, Гайдарбек Гайдаров. Здравствуйте. Заместитель, председатель дагестанского землячества Кировской области и, по совместительству, директор Кировской школы Лизгинки и Кавказских танцев Намуз. Да. Я правильно записал? Намуз. Салам алейкум. Ну, вот смотрите, все, мы уже объединяемся. У нас музыка и танцы. Да, музыка и танцы. И еще обрати внимание. Шалом Алейхам и Салам Алейкум. Шалом Алейхам и Салам Алейкум. Понял, да? Да. Вот так вот. Прямая языковая связь. Да, да. Здравствуйте еще раз. Еще, кстати, ждем одну гость. Это Фарзона Арипова, замечательная девушка, представительница таджикской диаспоры нашего региона, должна с минуты на минуту появиться в нашей студии. Итак, вот День народного единства завтра, да? Праздник относительно молодой. Впервые он появился в 2005 году. Что было до него в эти дни, в ноябре, мы прекрасно помним, прекрасно знаем. Да. Годовщину революции отмечали всегда. Вот хочется вас сразу спросить. Да, приветствуем Фарзона. Да, Фарзона пришла. Здравствуйте. Присаживайтесь за микрофон. Салам алейкум. Салам алейкум. Здрасте. Что для вас хочется спросить? Народное единство, как вы его понимаете? Какие-то основные ключевые моменты? Ну, постарайтесь... Гайдарбек берет слово, как настоящий кавказский мужчина. Я могу уступить женщинам, если они... Говори, друг мой, говори. Как кавказский мужчина. Значит, единство... Ну, тут уже сказано про единство. Значит, это единство для всего народа. Единение всего народа. Всего нашего государства, да? Всех, да. Всех диаспор, всех языковых структур. Всех-всех-всех-всех надо объединить. Это и есть единство. Я так понимаю. Единство, по-другому как можно понять, я вообще не понимаю. Это и есть единство. Не воевать. Гайдарбек, а вот как ты ощущаешь? Ты живешь в городе Кирове, да? У тебя есть соседи. Едины ли мы соседи? Да. Как ты себя ощущаешь? Я ощущаю комфортно. Я думаю, почему... Я думаю, что то, что я ощущаю комфортно, это связано с тем, что я настроен ко всем людям позитивно. Если бы я с негативом бы относился к кому-либо, естественно, получил бы обратно то же самое. То есть было бы тебе некомфортно. Да, было бы некомфортно. А я сейчас такой вопрос провокативный такой, провокационный. Официально задают обычно такие вопросы. Такой вопрос сейчас задам. Ты себя чувствуешь вятским? Вятским я себя не чувствую. Не чувствую? Нет, я же не вятский. Я чувствую себя дагестанцем. Где бы я ни был, я дагестанец. Это ты по национальности? По национальности я аварец. Аварец, да. Родина моя малая – это Дагестан. Моя большая родина – это Россия. А вот отдельно вятским... А Кировская область сейчас для тебя? Кировская область – это временное место провоживательства. Что значит временно? Ну, мы все на этом свете временные. А в этом смысле временные? Мы все временные. Пришли-ушли из мира. Ну, я просто хочу тебе сказать, что я себя тоже чувствую азербайджанцем. Но я в то же время... Я тебе одну вещь скажу замечательную. Это было лет 20 назад. К сожалению, живешь все равно определенное количество лет. Да, это было лет 20 назад. И когда я осуществлял там работу, сотрудничать с определенными группами. И тогда вот известный человек, директор предприятия «Фабрика игрушек Весна» Протопопова Татьяна. И мы как-то поработали немножко. И кто-то вот во время заседания Совета директоров задал мне вопрос. А ты кто? По национальности меня спросили. Ну, я только рот открыл сказать. А Татьяна тогда, царство ей небесное, сказала. Да он наш. Он наш вятский азербайджанец. Вот, понимаете? Вот как бы... Почему я вопрос... Я думаю, что вы наш вятский дагестанец. Может и так быть, да. Может и так быть. У меня и корни здесь. У меня и... Еще вопрос задали одному товарищу. Какой ты национальности? Он сказал, что я еще не женился. А моя жена русская. Понятно. Можно и так сказать. Понятно, да. Председатель еврейской общины нашего города Людмиле Николаевне хочется задать вопрос. Вот знаете, евреев... Ну, штамп, наверное, да? Все-таки стереотип воспринимают как-то. Ну, не очень такими людьми открытыми. Все как-то себе-себе на уме. У вас как с дружелюбием к представителям других национальностей? Мы очень мирно. Раньше даже на все праздники приглашали... Которые участвовали... Ну, большие наши праздники. Мы приглашали гостей из других диаспор. Почему раньше? У нас евреи бывают регулярно в студии и постоянно приглашают. На праздниках. Я имею в виду в ресторане. А, в ресторане. Да. Мы приглашали... Когда праздновали свои праздники, Хануку или Роша-Шана Новый год, то мы приглашали... Мы живем мирно со всеми диаспорами. Вообще, в основах еврейской культуры что заложено? Какие моменты? Как формируется это мировоззрение? Это ощущение, что мир, он большой, но он единый. Нас много, но мы все, собственно... Но мы все едины, да. Мы все едины. Вот как это формируется? Как это дается детям с измольства, возможно? Жить мирно. Детство воспитывают ко всем. А вот вы родились... Я в Кирове. В Кирове родились. Я хочу одну вещь сказать. И спросить. Я сегодня буду побольше вопросов задавать. Потому что, вот смотрите, когда человек родился, где-то вырос в другом месте, переехал в новое место, и да, он там относится каким-то одним образом, каким-то вот ему, чтобы мирно жить, ему надо чего-то там пройти. А вот когда человек родился и вырос, например, в Кирове, и вы открыли глаза свои, увидели вокруг себя людей, большей частью, так сказать, ну, вятских людей, кто живет здесь. Вот вы говорите, что да, вот мирно там и так далее. Мне кажется, что вот вы как родились, у вас даже мыслей не было, мирно жить или не мирно. Вы сразу видели этих людей, и вы с ними играли, на улице гуляли, на работу ходили, в школе учились, в детский сад ходили. Вот вы можете вот как бы вот эту, вот об этом как бы вот, вот неужели тогда были какие-то ощущения, когда вообще появилось вот это вот ощущение, что вы по национальности? У меня этого ощущения нет, не было. Никогда не было. Никогда не было, да. И в школе у нас было очень много разных национальностей, и в садике в группе тоже. Все национальности были, и никогда не делили. И слава Богу. Ну, как, возможно, и возникали какие-то конфликты, но они не были связаны с принадлежностью человечества. Нет, с нацией ничего не было связано. В советское время этого не было. Не было. В советское время. И сейчас вот наша община существует уже с 99-го года, и никаких распри не было. Никаких... Сколько сейчас в общине, кстати? Ну, у нас в общине сейчас мало. Ну, 200-то будет. 200 человек? Не все, да. Ну, то есть не все входят в общину? Не все. Ну, многие, конечно, еще и не признаются. А, многие еще не признаются. Ну, тем не менее, 200 человек. Это пожилые люди больше, как они привыкли бояться. И так они не признают. Фарзона, вот мы сейчас ностальгируем. Давайте вам тоже слово передадим. Вы представительница молодого поколения уже, как мы, да, тут сказали в начале программы. Вот как вы понимаете единство? Что такое, когда... Как вот ранее сказали. Все рядом, все вместе. Чтобы понять, может быть, есть какие-то кардинальные отличия между более старшими поколениями и вами? Для меня единство, это вот то, что, как раньше сказали, то, что когда все мирно живут, все живут вместе, то есть нет никаких конфликтов, никто никого не делит. То есть все вот единое, скажем. Для меня до сих пор это так же идет. То есть меня воспитывали так, то, что... На городе Лискирове? Нет, я родилась в Таджикистане, но, скажем то, что половину жизни я жила в России. И меня, слава богу, никто не делил, то есть никто мне не тыкал то, что ты другой национальности. Изначально все меня принимали как свою. Поэтому, как сказать, я этого не ощущала в себе, то, что каково это, когда тебя делят. Нет, но изначально нас тоже воспитывают с малых лет, то, что все мы едины, неважно какой-то национальности, неважно какой-то религии, какая у тебя культура, у всех как бы... Ну, все мы люди, всех нас объединяет, то, что вот мы люди, и нельзя никого делить. Можно сказать, что вы воспитывались в таком многонациональном сообществе, где были? Ну, можно так сказать. Кто еще рядом с вами был? Не только? Ну, я выросла, скажем, среди таджиков, среди азербайджанцев, среди узбеков, среди русских, татаров. Были знакомы еще и из Дагестана, и из Чечни. То есть, скажем, с детства в моем кругу очень много людей из разной национальности. Не было повода делить людей по религии? И по национальности никто не делил. Поэтому я даже удивляюсь, когда кто-то делит кого-то. А когда в России оказались, что, возможно, было самым трудным, вот к чему-то привыкать, может быть? Я в России с детства. Уже забыла. Или тогда еще не осознавали, что надо к чему-то привыкать, да? Да, нет, здесь вот нет, наоборот, все было легко. А вот когда мы обратно уехали к себе на родину, вот там вот мне было трудно. Потому что мне вот казалось, что это совершенно другой мир, совершены другие люди. И вот у них другие понятия, другая, скажем, культура немножечко, поэтому немного было трудно. Ну, наверное, это так и есть. Другое государство, другая культура. Хоть я и, скажем, это была моя родина, но мне там было трудно жить. Все же мне легче удается жить в России. Как это говорят? Человек не рождается ни плохим, ни хорошим, ни белым, ни красным, ни христианином, ни мусульманином. И только потом родители делают из него. Социум, да? Прежде всего родители, а потом социум. Да, прежде всего родители. Я думаю, что если родители делают из человека нормального, мирного, спокойного, любящего свою родину человека, то социум влияет, но ему бывает достаточно трудно его как бы по другой дороге вести. Человек уже, ну, как вот сейчас Форзана сказала, я приехал, это другие люди. Это действительно другие люди. Ну, я аналогичные ощущения периодически испытываю, когда приезжаю к родственникам в Баку. Там другой, другая энергия, другой темперамент. Да, но тем не менее, да. Надо, там тоже можно привыкнуть. Нужно, вернее, привыкнуть, чтобы было комфортно. Другие подходы, конечно. Ну, вот я в связи с этим хочу вот еще задать вопрос. Вот вы говорите на родном языке? Вот ты на аварском говоришь? Я говорю. Это где, дома или в обществе? Нет, в принципе, знания есть. В принципе, говорить на аварском. Конечно. Ну, я хочу сказать, что... И не только, я еще и другой язык. Наверное, все знают легендарную личность Хаджи Мурат. Он тоже был аварец. Да, да, был аварец. Да, значит, а вот вы, Людмила Николаевна... Я немного только... Говорите не по-аварски, а по-евритски. Ну, на иврите. На иврите, да, да. Но мы говорили в нашей студии, ваши коллеги по общению. У вас есть занятия все-таки? Да, у нас есть. По-евриту. Немного говорите. А вот самую важную фразу в вашей жизни? Шалум. Это мир. Мир, да, да. А, Фарзана, ты? Я хорошо владею таджицким языком, да. Ну, вот, как вы думаете, вот какое слово надо сказать человеку на своем родном языке, чтобы вот, как бы он вот открылся душой? Вот ты его видишь в первый раз, и ему вот что-то такое... Чтобы единство сразу появилось, желание там принять тебя за своего. Ну, улыбнуться в первую очередь, сказать, если это, значит, я говорю, ассаламалайкум, взять в руку, обнять его, и он откроется, раскроется. Как ты, так и к тебе. Да, вы как думаете? У нас шалум. Приветствия ко всем. Рукопожатие, объятия как-то? Ну, объятия. Приветствуются. Тарзон, а есть какие-то особенности? Среди молодежи. Приветствия среди молодежи. Ну, у нас тоже самое главное, я считаю, что надо улыбнуться человеку. То есть просто улыбнешься в ответ, да. И человек начнет к тебе тоже позитивно относиться. Если ты, разумеется, будешь так, скажем, недовольным взглядом на него смотреть, то вряд ли он захочет вообще с тобой общаться. И да, у нас тоже, вот, ассалам алейкум, тоже обняться можно при встрече, рукопожатие. Я считаю, это нормально. То есть в этом ничего такого нету. — Могу один пример привести, если позволите? — Да, конечно. — Как-то я, наверное, нарушил вот здесь на Ленина. Еду, нарушил. Меня посигналит. — Правила дорожного движения, в смысле? — Ну да, видимо, там где-то, я не знаю как. — Подсёк кого-то. — Перестроился, наверное, не так, неправильно, может быть. Меня сигналит, обгоняет человек злобный такой. Стал он на светофоре, и что-то меня ругает там. Угрумным, таким серьёзным лицом. Я улыбнулся, он простоял, улыбнулся, мне вот так вот взял. Одна улыбка, решила всю проблему. — Да. — Хотя я тоже был... — На взводе. — Тоже были свои дела. — Почему это? — Тоже нервы. — Такое бывает, да. — Неумышленно ведь я нарушил. — Такое бывает. — А вот тоже хочется спросить у вас всех троих. Мы по большому счёту говорим о какой-то основе. Каждый человек рождается, повторюсь, нехорошим, не плохим, как чистый лист, и затем его формируют. Все мы рождаемся, все мы не хотим конфликта. Не хотим ни с кем воевать, ругаться и так далее. А как в дальнейшем, на ваш взгляд, вот эта положительная линия должна взращиваться, воспитываться? — Визоваться. — И кем именно? Кто тут играет, на ваш взгляд? — Ну, если подойти... — Самую большую роль, да. — Если подойти с точки зрения ислама, так как я мусульманин, и это и в других религиях тоже я так же и думаю, что и в еврейской религии, и в иудейской, правильно ли я? Правильно ли я? — Угу. — И в христианской религии то же самое. Они друг, они близки друг к другу, эти религии. Нигде, естественно, не сказано, что надо отрицать, надо ругать, надо там, значит, психику свою распространять на этих детей, ну и так далее. Но я не теоретик, я практик. — У вас больше жизни, видимо, научило. — Да, у меня шесть лет детей, но сейчас... — Дай бог им всем здоровья, да. — Спасибо. Самым младшим, шесть лет у меня на сегодняшний день. Ну, у меня свой подход, немножко, наверное, он опытом мне подсказан. Я раньше нервничал, я раньше другим был. А сейчас я за собой замечаю, что я остепенился, успокоился. Если он... у меня дома запрета нет ни на что, кроме как на ложь. Люди бывают, дети бывают, ломают, портят, что-то пакостят. Я их за это не ругаю. — Володя, для тебя актуально. Спасибо, у меня маленькие досыноведы. Я вспоминаю свою жизнь, когда я был маленьким, что я делал. А то, что я делал, это было намного больше и хуже, чем они сейчас делают. И вот моя позиция, что этих детей ругать не надо, их пугать не надо. Им надо объяснять. С одного раза не поймут, с пятого не поймут. Если один поймет с пятого раза, другой только с пятнадцатого поймет. Люди тоже разные, дети тоже разные. Я вот им говорю, вы только не лгите. Вот моя позиция. Если они правду скажут, они мне компьютер сломали, ноутбук сломали. Я спрашиваю, кто сделал. Мне сказал, тот младший сказал, что это он сломал. Я его поощрил за это. Вот тебе конфетку или что-ли там поощрил. За то, что сказал правду. Да, за то, что правду сказал. А то он поймет за то, что сломал. И следующий тоже сломает, опять за конфеткой придет. Может быть. Ну, вот так вот и надо, наверное, расслеживать. А если мы будем следовать предписанию, что нам религия что говорит, а там нам и думать не надо. Там все сказано. Нам надо, начиная с себя, себя надо сначала воспитать. То есть это чья ответственность? Ответственность однозначно отца. Однозначно отца, несмотря что мама больше времени проводит с мамой. Естественно, мама тоже тут играет роль. Потому что отец должен быть главным в семье. Он несет всю ответственность на себя. Он должен быть каменной стеной, за которой стоит вся семья. Узнаю последовательный, логичный, мусульманский подход. Да, это подход. Естественно, такой подход и есть. Дети за отца не отвечают. Отец за детей и за семью должен отвечать. Ну, смотрите. Ну, недостаточно же просто говорить, как мантру повторять слово. Единство, единство, единство. Вот дети, единство. Потому что единство, на самом деле, очень трудно его ощутить. В таком-то понимании. Абфрактное слово. Единство, единство. Вот, как вы думаете, в каких проявлениях вот этого слова нужно детям показывать, чтобы... Ну, почему я говорю показывать? Потому что дети очень любят примеры из жизни. Они скорее примером следуют больше, чем... Слово это хорошо, объяснить это тоже хорошо. Примеры. Вот вы сами-то как думаете? Или, может быть, из жизни есть какие-то, вот когда пришлось, наконец-то там. Или не пришлось, а по жизни так. Ну, я чтобы понятно было. Например, для меня не возникало вопроса, потому что сосед слева был татарин, слева вправо был русский, напротив там был еврей. И у нас там начинался праздник, условно говоря, ну, Навруз там. Мы все пошли на Навруз там. Потом начинался еврейский праздник Нового года, значит. Ну, мальчики, дети и девочки выносили там уже угощение там и все. И мы все еврейский праздник в детстве отмечали там. Потом наступает там Пасха. Масленица. Соответственно, мы идем и все. Ну, понятно, детям же праздник, угощение там. Вот вы сами-то думаете. Ведь, наверное, вопрос не в том, что вы произносите там. Единство, единство. А именно что? Какие примеры? Именно своим примером. Людмила Николаевна, да. Наверняка есть внуки у вас. Да. Да. Вот как вы сейчас вкладываете им. Ну, вы же им не произносите слово. Вкладываете им. Единство, единство. Вот как вы им как бы... Вот именно своим примером. Своим, это от родителей все идет. Внук у меня уже закончил в армию там, в Израиле. Служил в Израиле? Служил. В армии. Да. Остался там? Ну, он там, можно сказать, и родился, и выучился, и армию закончил. И сейчас вот продолжают учебу. Для Израиля ведь тоже актуален вопрос, единственное. Учитывая, что отсюда туда много народу там уехало. Там из других там. Я знаю. Очень много. Азербайджанцев, живущих в Израиле. Там. Из Грузии. С Кавказа вообще много. Да. Как вот это воспитывается? Именно мирно. Все существуют мирно. Фарзон, до рекламы скажите, пожалуйста, еще, как вас в семье воспитывали? Какими, не знаю, словами, поступками, примерами вас убеждали, что нужно со всеми дружить? И были ли такие ситуации, когда вам пришлось от родителей там услышать что-то, ну так, когда родители на путь правильный в этом смысле наставили? У меня вот мама, она воспитывала меня, скажем, очень так строго, но при этом, как бы, ну с любовью, скажем, да. Она была для меня вот самым таким главным примером. Она уважала вот все религии, все нации, она вот всех соседей очень любила. У нас было много соседей из нравственных национальностей. И я как бы видела это все с детства, как она ходила в гости к соседям, как она их звала к нам. Я помню даже то, что с детства мама нам давала, то есть, читать Коран и при этом Библию. То есть, изучая это и это, ну, как бы, надо, говорит, уважать каждую религию, надо ко всем относиться хорошо. То есть, мы все люди, мы все едины. С самого детства она для меня была таким самым главным примером. До сих пор так есть, она мне до сих пор каждый день так звонит и говорит. Уважай другие нации, мы все едины, мы все люди. Не надо там кого-то выделять, кого-то ставить выше, кого-то ниже. То есть, я его тоже считаю, что самым главным примером это должны быть родители. С них мы и берем пример. Для меня это сейчас было открытием большим, то, что и Коран, и Библию одновременно. А во всех таких, ну, культурных, интеллектуальных семьях, ну, я мусульманских говорю, я как мусульманинка, лично у меня обе священные книги. Надо и то, и то, и третье, и пятое, это информация. Да, я считаю, что, да. Ну, как можем определить, извините, перебью. Вот мне скажут, вот эта вещь белая. Как я могу отрицать, если я не знаю, какая бывает белая? Нужно увидеть белое, чтобы понять, что такое черное. Мне надо поверить, что это белое. Да, надо черное увидеть. То есть, плюс к врожденной невраждебности человек все-таки еще должен знание-то, собственно, еще и получать. Ну, а как? Изучать, узнавать. Установлено же, что агрессия проявляется тогда, когда ты не понимаешь, с чем имеешь дело. Да, не понимаешь. Мне объясняют, как плохо в исламе. Мне люди, которые не знают про ислам, мне объясняют, что это плохо. Это там враждебно. С этим приходится встречаться периодически. У меня дома телевизор, нет, пять лет. Я дома телевизор убрал из дома, чтобы дети не воспитывали, вот этот телевизор не воспитывал детей. Может быть, это покажется людям, что странно. Но есть такие люди, которые без телевизора живут. И я оправдал вот свое, вот это решение оправдалось оно тем, что мои дети знают то, что надо. А это мы из компьютера берем. Что попало мы, какие первопопавшие мультфильмы мы не смотрим, фильтруем. Скажем, ребенок в шесть лет читать умеет, писать умеет, цвета знает, считать до тысячи и больше умеет. Это все с компьютера. А с телевизора что бы мы получили? Я так думаю. Небольшая реклама сейчас у нас будет. Это программа «Союз нерушимый». Мы ее посвятили, привручили, вернее, к Дню народного единства, который будет отмечаться завтра. Хотелось бы, знаете, еще поговорить. Знаете, о чем после рекламы? О вашем личном вкладе. И о вкладе ваших коллег по общине, по диаспоре. В формировании этого самого единства у нас здесь, в нашем городе. Давайте попробуем, да? После рекламы. Продолжается программа «Союз нерушимый». Давайте еще раз, Адис Алич, представим наших гостей. Да, сегодня с вами Людмила Николаевна, председатель еврейской общины города Кирова. Шалом алейхм. С фамилией Музыкант. Да, с фамилией Музыкант. Гайдарбек Гайдаров, заместитель председателя дагестанского землячества Кировской области, директор Кировской школы Лизгеньки. Так, мне хочется сразу произносить так. Торжественной кавказских танцев на Амуз. Фарзона Арипова, представительница, очаровательная представительница таджикской диаспоры Кировской области. Девушка, прекрасно говорящая на русском языке. Ну, и тема у нас. Да, собственно, у нас остается немного времени. Сегодня день народного единства. И ты хотел... Собственно, как мы здесь, в нашем городе, то формируем единство. Ну, о каких-то мероприятиях можно рассказать. Я знаю, что... Ну, Гайдарбек, понятно, что вы, как директор школы Лизгеньки и Кавказских танцев, вы нам прекрасно рассказывали, что вы туда всех принимаете, всех желающих ребят. И дагестанцев, и русских, и так далее. Вы уже формируете тем самым, да, вот это единство? Да, да, да. Конечно, это вот... Это у нас школа Лизгеньки, куда, где могут принимать участие независимо от возраста, от пяти лет и старше, независимо от возраста и национальности. У нас большинство людей, русские, выступают на сегодняшний день. Человек 15 в школе. Ну, дальше что? Замечательный танец, который... Готовим номера, да, выступаем на мероприятиях. Вот 3-го числа в пятницу выступали на... То есть сегодня уже? Да, сегодня. Сегодня выступали в Доме Дружбы Народов. Да. Завтра будем выступать 4-го числа в Дом культуры Октябрь, да, или кинотеатр Октябрь. А, кинотеатр Октябрь. Да, кинотеатр Октябрь. Там будем выступать. И 11-го числа, скорее всего, мы поедем в Кирово-Чепецк, там фестиваль. И туда нас приглашают. Если всё сложится, если Бог даст, мы туда поедем. 11-го числа. То есть это ваш вклад? Вот это, да, это один, наверное, небольшой вклад в культуру Кировской области, которую внесли дагестанская община. А что бы ещё хотелось сделать, если говорить о будущем? Что там внутри горит? Что бы хотелось ещё донести людям? Чтобы вот эту школу, в составе школы сделать, или на основе этой школы сделать хороший ансамбль. Лизгинка. С разжигательными танцами и с большим концертом. Это как... Как знаменитый дагестанский коллектив. А теперь будет знаменитый вятский коллектив. Это то, что называется культурой. Мужественные джигиты из коллектива намуз. Вятского коллектива. Круто звучит, между прочим. Я вам скажу. Да. Людмила Николаевна, еврейская община, как она, участвует в этом процессе, объединение, формирование чувства гордости за... Вы продолжите приглашать представителей других теаспор. Да. Евреи только за праздники отвечают, что ли? Нет. Ну, у нас просто очень много праздников. В праздничные дни. У нас каждый день праздник, да? Да. Каждая суббота. Каждая суббота, шаббат. Да, да. Кстати, вот сейчас там народ у меня, члены общины... Готовятся? Нет, они уже, это, да, ну, отмечают. А сегодня пятница? Пятница. Да. Ну, в субботу нельзя ничего, мы пятницу отмечаем. Подождите. Ну, ладно, это отдельная тема. Да. Ладно, это отдельная тема. Ну, хотелось бы тоже, конечно, больше, чтобы приходило... Народу? Да. Куда? К нам в общину. Говорите, где у вас община собирается? Карла Марса 21, офис 424. И каждую пятницу вы готовитесь к празднику? Да, каждую празднику. Проводите праздник? Пятница у нас проходит шаббат. Хорошо, я приду. Парсюм. Парсюм. Во сколько? К часу. К часу. К часу. Отлично. Парсюм, ну, вам тоже тот же самый вопрос, да? Собственно, что бы вам хотелось, может, в будущем сделать для того, чтобы вот так вот разнести более такой доступной, популярной идеей это сделать? Ну, все мы едины. Что бы я хотела сделать? Не знаю, все, что угодно. Написать книжку, создать какой-нибудь коллектив, пойти с ребятами общаться в детские сады, в какие-то другие коллективы. Ну, вот по поводу книги, да, есть такая мечта написать книгу о единстве всех народов. Ну, надеюсь, что она сбудется. И я очень бы хотела написать такую книгу, где я буду подробно описывать, ну, по своему опыту, как люди друг к другу относятся. Ну, или это может быть... Например, как у нас на передаче люди. Ну, или это может быть не книга, а какой-нибудь, ну, как современный, какой-нибудь электронный ресурс, да? Да, может быть. Да, конечно, конечно. Ну, книга, да, это слишком крупно. Сайт, может, еще. Это тоже книга. Да. Ну, да. Создать сайт. Ну, интернет-ресурс вы уже можете. Такое открыть. Да. Я буду очень стараться. А по поводу нашей диаспоры, наша диаспора очень, ну, так скажем, часто проводят всякие вот эти мероприятия у нас в университете. То есть вот, когда у нас праздники всякие, на вруч, там такое. Наша диаспора нам помогает провести такой небольшой праздник у нас в университете, где мы приглашаем всех. То есть все преподаватели, все студенты, может быть, даже люди, которые в дни университета. А где вы проводите праздники? В университете у нас прямо на первом этаже. В холле первого этажа. А объявления где-нибудь? В основном объявления у нас бывает... Тоже в Вестюбюле? Да, в соцсетях, в основном ВКонтакте, в Саграме, да. И диаспоры сообщают другим диаспорам тоже. Но в основном, да, вот в группах ВКонтакте у нас идет объявление. Как называется группа? Как сказать, есть Таджики ВятГУ группа, но это объявление... Звучит как Таджики ВятГУ. Но объявление как бы идет по всем доступным группам. То есть мы отправляем кому угодно и желающим... Это по поводу того же наш вятский, как вы видите, вот Таджики ВятГУ. Да. Понимаете, не просто там Таджики, а Таджики ВятГУ. Это наши уже, понимаешь? Кстати, да, очень уже как бы привыкли к Кирову. Я лично очень люблю Киров. И если, не знаю, если там больше недели буду отсутствовать в Кирове, мне уже как-то неловко. Как-то домой хочется, вот именно в Киров. То есть я уже как бы считаю Киров своим домом. Вот так вот. А есть вятГУ, азербайджанцы вятГУ? Да, есть. Там много национальных. Да, там все это присутствует. У нас минуты остается буквально даже меньше. Да. Гайдарбек, что ты хотел добавить еще? Я хотел сказать по поводу тех чувств и любви к городу, к тому месту, где ты привык, где родился, где вырос. В Дагестане есть маленький город Буинакс, где я родился и вырос. И когда у меня спрашивают, спрашивают, ты откуда? А я там уже в 17 лет не живу. Я говорю, я из Буинакска. Это к тому, что чувствуешь ливяцким или еще каким-то махачкалинцам. Чувствую ли я кезельюртовцам. Это города дагестанские. Я вот чувствую, что я из Буинакска. Это вы в России так отвечаете. А когда вот выезжаешь за границу, я спрашиваю, ты откуда? Где не знают Буинакс, да? Ты никогда не говоришь, что ты из Буинакска. Ты говоришь, я отсюда, ты отсюда. А где это? Нет, ты можешь говорить из Кирова. А где это? Ты говоришь, да 900 километров на восток. От Москвы. И у них сразу глаза становятся большие. 900 километров от Москвы на восток. Да, Россия такая. Большая, но единая. Спасибо. На этом завершается программа «Союз нерушимый». С днем народного единства. Поздравляю вас. Праздником всех. Наши гости. Людмила Музыкант, Гридарбик Гайдаров, Арзона Арипова. Спасибо. Всего доброго. Всем здоровья. Удачи. До свидания. До свидания. Союз нерушимый. Союз нерушимый.